Добрый день, друзья! Зависимость от еды и как с ней бороться, об этом поговорим в сегодняшнем видео. Вы узнаете, как возникает зависимость от еды, по каким признакам можно узнать, зависимы ли вы, а также расскажу, как преодолеть чрезмерную тягу к еде. Сейчас у вас будет несколько секунд, чтобы кликнуть по ссылке под видео и перейти на страницу с бесплатным тестом на причины пищевой зависимости, если вы его еще не проходили. А мы начинаем с основ. Механизм любой зависимости на уровне тела – это дисбаланс гормонов. Простым языком, в результате дефицита гормонов радости, организм стремится добрать их нехватку любым доступным путем – через курение, шоппинг, секс или еду. И как самый настоящий лентяй выбирает быстрые, но порой небезопасные в долгосрочной перспективе способы. Не плачь, детка, съешь конфетку! Этот механизм добора позитивных эмоций мы усвоили с раннего детства. Он самый доступный, самый быстрый и самый дешевый. Плюс вас никто не осудит за то, что вы находите отдушину в еде, в отличие от сигарет, алкоголя, азартных игр или наркотиков. То есть, обществам и родителями дано одобрение на еду. Многих еще и подбадривали – ложечку за маму, ложечку за папу. И мы старались есть, чтобы вырасти большими и порадовать родителей. Врачи бьют тревогу, но пока все предлагаемые диетические меры малоэффективны, а пищевых наркоманов становится все больше. Ученые нашли ген углеводной зависимости. Его носителями являются 40% европейцев. Но ген может оставаться спящим. Активизируют его определенные модели воспитания в детстве, которые приводят к нереализованности, заниженной самооценке, трудностях в отношениях, страхам, чувству вины, обидам. А эмоциональная зависимость от еды возникается еще в раннем детстве, когда на любой плач ребенка мама реагирует тем, что дает ему грудь или соску. Есть ли у вас зависимость от еды? Проверяем прямо сейчас, не переключайтесь. Еда используется в качестве утешения, успокоения или поощрения. На душе печаль к холодильнику, испытали стресс туда же. И если есть за что себя похвалить, то дорожка уже протоптана. Когда все дороги ведут, вопреки старинной пословице, совсем не в Рим, а в кондитерскую. Следующий пункт для проверки – наличие синдрома голодных глаз. Это когда желание есть возникает от одного вида или запаха еды, или за компанию. Даже если вы только что поели. Это говорит о так называемой экстернальной зависимости, определить которую поможет наш тест по ссылке под видео, как и два других типа зависимости от еды. Зависимому от еды очень сложно переключить свои мысли с темы еды. Он думает о том, что в холодильнике, что нужно докупить, что приготовить, что взять с собой на перекус, не останусь ли я случайно голодным, если сейчас выйду из дома, может быть нужно поесть. То есть еда пронизывает всю жизнь. И вот это конкретный звоночек о зависимости. Еще один признак – отсутствие контроля над порциями потребляемой пищи и привычка к добавке. Бабушка, возможно, была бы в восторге. Но это самое красноречивое свидетельство серьезной зависимости от еды. Чувство легкого голода и любые ограничения питания вызывают раздражение, вплоть до агрессии, или тревогу, или даже физическое недомогание, упадок сил и головокружение. Еще один признак. Еда украдкой. Ночью или наедине с собой пока никто не видит, потому что на людях едим правильно. А если кто-то застал за поеданием лакомств, то может быть нежелание делиться. Если у вас есть такие симптомы, отмечайте. В тесте по ссылке под видео более точная диагностика. Будет полезно также понаблюдать за своими близкими. Возможно, кому-то из них нужна помощь в избавлении от зависимости. Поделитесь с ними этим видео и комментируйте, к чему пришли сами. Какие признаки нашли у себя. Кстати, каждый комментарий участвует в розыгрыше полезного психологического приза месяца. А мы переходим к самому интересному. Как избавиться от пищевой зависимости. Борьба с пищевой зависимостью – это снижение эмоционального заедания, чтобы переживание не заменялось пережевыванием. Любое сильное чувство должно быть названо и высказано до того, как вас потянет к холодильнику. Возьмите паузу. Почувствуйте, где это чувство находится в вашем теле. Приложите туда руку, если это возможно. Назовите это чувство. Например, я обижена, мне грустно или я скучаю. И спросите себя, чего я сейчас хочу на самом деле. Вот если не еды, то чего. И если это возможно сделать, сделайте это. Если невозможно, то в течение нескольких минут будет достаточно это ярко представить. Подсказка. Зачастую сам продукт, которым вы спешите заесть эмоции, показывает, чего именно вам хочется на самом деле. Ну, например, сладкое – это, как правило, потребность в любви, одобрении и признании. Жирное – это потребность в безопасности, защищенности. Острый и пряный вкус – это стремление добавить в пресную жизнь немножко вкуса. Кислое – может быть про чувство вины. Соленое – про нехватку энергии, про потребность удержать воду, которая поддерживает жизнь в организме. И вот несколько хитростей в борьбе с пищевой зависимостью. Прежде чем что-то съесть, мысленно определите размер порции. В чем угодно – в кусочках, в ложках, в тарелках. И если не уложитесь в запланированный объем, вы все равно съедите меньше, чем если бы не определяли объем. Потому что подсчеты переключают вас из режима эмоций в логический режим. Уберите с глаз долой соблазняющие продукты. Если не можете убрать совсем из дома, то спрячьте в закрытые шкафы. Особенно это важно для тех, у кого экстернальная зависимость от еды. Тип вашей зависимости можно определить по ссылке под видео. Не забывайте про известные доступные способы выпить стакан воды при позыве к еде. Сами по себе все те способы, что я вам назвала, не побеждают эмоциональную зависимость. Но в сочетании с практикой определения причины эмоционального голода могут значительно помочь. Когда вы научились определять эмоциональную причину, вы уже наполовину свободны от переедания. И все-таки регулярно кормить причину – это как все время пить таблетки от головной боли, не разбираясь, почему болит голова. А вот разобраться в причинах зависимости от еды можно в нашей программе «Прививка от лишнего веса». Подробности вы также найдете под видео. А я, Галина Турецкая, похудательный психолог, желаю вам энергии и решимости в борьбе с пищевой зависимостью. Ставьте лайк этому видео, если вам было полезно. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!